То есть эта дата должна быть обязательно в условиях договора. Эта норма начинает применяться с 14 мая 2018 года. Поэтому, естественно, сейчас вам никто отказывать не может, но к 14 мая нужно обязательно этот контракт отрегулировать, внести вот эти поправки. Ну, а что касается 23 статьи, то в 23 статье расширили обязанность банков, связанных с осуществлением такого контроля. И, по сути, дел банки теперь говорят, что если, например, налогоплательщик нарушает соблюдение статей 9 статья 173 федерального закона, дальше 19 статья и 9, 19, по-моему, да, вот эти две статьи, и в других случаях, если, например, документы, связанные с валютным контролем, не должны быть образом оформлены, то банк имеет право приостанавливать валютные операции. То есть это его право. Должен приостановить, сообщить вам о приостановлении этой валютной операции до исправления этой валютной операции, он ее проводить не может. Но валютная операция, это вы сами знаете, перечислить, получить и так далее. То есть деньги каждый день они будут осуществлять. Вот тем самым закон пытается предупредить вот этот вот отток денег за рубеж, и то есть контроль за репатриацией валютной выручки. Но в то же время напомню, что сейчас Центробанком, правда, не вступило в действие, разработана инструкция 181 и новая инструкция Центробанка, то есть по валютному законодательству, валютному контролю. Поэтому, по сути дела, если все-таки обращать внимание на эту инструкцию, то, конечно, контроль за валютными операциями будет вестись тогда, когда будут контролироваться договоры. Значит, теперь отменяется, предполагали, что эту инструкцию введут с 1 января 2018 года, но сейчас срок ее введения перенесен на 1 марта 2018 года, пока она не действует. Действуем в рамках старой инструкции. Значит, и там, конечно, говорится о том, что контроль со стороны банка будет вестись тогда, когда ваш договор поступает в банк, ему присваивается уникальный номер. То есть паспорта сделок отменяются, вводятся вот такие уникальные номера договора, каждый номер будет, каждый банк будет, каждый договор будет под этим уникальным номером. То есть, в принципе, вот так, если по-хорошему сказать, убирается бюрократия, вот эта, которая была раньше связана с оформлением паспорта сделки, да? Из-за нарушения чего-то там оформления тоже пытались оштрафовать. Это с мая месяца паспорта сделок? Значит, это пока с марта. Инструкция вводится с 1 марта. А это уже введено, что отменяется точно, да, паспорта сделок? Да, инструкция есть уже, 181 и. Если интересно, можете посмотреть. Или только вот 6 миллионов? Да, то есть уникальный номер будет присваиваться и обращаться с банком нужно в том случае, если у вас идет импортный контракт или кредитный заемный договор, который составляет сумму, эквивалентную 3 миллионам и выше, а если это экспортный контракт, то 6 миллионов и выше, да? Вот эти. Да. По всем остальным, наоборот, процедуры, связанные там с оформлением документов, они упрощаются значительно, да? То есть справки о подтверждающих документах не будет, будут просто предоставляться документы, которые подтверждают факт этой сделки. Что касается переходных моментов, то делать ничего в этом случае не придется, то есть банк сам, вот этот паспорт сделки, если у вас уже был договор оформлен, он отменяет этот паспорт сделки, и этот номер паспорта сделки присваивает как уникальный номер данному договору, и у вас будет банк как договор идти, да? Поэтому сказать, что в этом случае, наоборот, идет какое-то ужесточение, нет, наоборот, упрощение. Скажите, что сейчас писали, что налоговую часть администрирования передается, нет? Дело в том, что налоговая у нас вообще является уже органом валютного контроля, поэтому уже с 2010 года им процедуры администрирования передавали. Другой вопрос, что первоначально у нас с вами практически до 2016 года контролирующим органом основным в ромках валютного законодательства был Росфемнадзор. Когда упразднили структуру Росфемнадзор, то функции контроля передали таможенным органам и налоговым, поэтому налоговая инспекция сейчас является органом валютного контроля. И что банк будет передавать все информационные? Передают уже, да, да, уже передают, да, поэтому как бы налоговые органы, но они тоже пока это делают, пока на выборочной основе в рамках совокупности, но сейчас налоговые органы это делают. Штрафовать будет налоговая или банк? Штраф будет налоговая. банк является агентом он только может дать информацию передать вот эту ведомость не закроет ее а дальше уже как орган валютного контроля применять штрафа применять штраф может у нас или налоговый или таможенный с 1 марта 2018 2018 года до 100 представляться просто с америка документы как будто бюрократическая страна она убирается то есть вот таким образом поставки идут сроки получается прописывает на спецификации приложений то есть самым договоре мы не можем сроки подписать только общие отгрузка там аванс предоплата в самом договоре в спецификации прописывают сроки по конкретной поставки но тут смотрите какая ситуация будет ну вы оформили у вас паспорт делки сейчас оформлен да то есть он уже как бы предполагает эту большую сумму но я так думаю что поскольку спецификация является неотъемлемой частью договора то она также может быть и поэтому практически это даст основание да по каждой поставки следить за этой отгрузкой именно на основании спецификации значит да спецификации будете как неотъемлемую часть предоставлять и все будут контролировать другой вопрос где вообще организации ранее пытались избегать не указывать и так далее вот и опять же вопрос о том что конечно сегодня всем на эти банки разослали эту информацию но все равно надо понимать что если конечно контролирует банк этот договор и присваиваемый этому уникальный номер значит тогда может отказать проведение валютной операции если не контролирует этот уникальный номер у вас идет обычная операция которая не реги не контролируется банк то в принципе такое требование в общем-то предъявить они не могут поскольку договора очень интересно вот в рамках такого договора то есть если бы он был заключен например после мая да то получается он идет у нас по нарастающим итогам то есть получается мы по договору проводим проводим у нас ничего нет никакого уникального номера но когда мы переваливаем за 3 миллиона то есть получается тут ведь на самом деле вот эта обязанность на самом понимать когда у вас перевалит это за 3 миллиона и подать договор на присвоение этого уникального номера это ваше право да поэтому вы и в других случаях та же самая ситуация была можно заключить рамочные не подавать а когда вы видите по спецификации что все уже превышение пошло вы идете и подаете ну и там увидите сроки сроки примерно такие же по 15 дней там поставлено в зависимости от тех или иных операций поэтому вот получается у нас с вами поправки в 173 до 14 мая инструкцию видимо ее специально отложили что может быть что-то там еще поправится но несущественно инструкцию вот с 1 марта дальше что еще в этом отношении вот как раз кстати и что немаловажно конечно на статью 15.25 обратите внимание кодекса административных правонарушений куда вели штрафные санкции должностным лично то есть если вправе 정рисы валютного законодательства конечно организации тоже могут заштрафовать но там везде идет штраф должностному лицу должностное лицо это необязательно руководители не обязательно главный бухгалтер это то лицо которым должностными обязанностям вменено если такого лица нет тогда идем до руководителей берутся штраф там идет 20 30 тысяч за нарушения валютной операции если в этом случае Если такой штраф применяется повторно, то там идет до дисквалификации. Там вы разжигали жуткие штрафы по электричеству и валютной выручке, если не вернули данную вставку? От трех четвертых до полной она осталась вся, да, и не сообщения о счетах открытых за рубежом до миллиона, все осталось. То есть эти штрафы, они все остались? Да, да, просто добавили к должностным лицам еще. То есть, если раньше организация штрафовалась как таковая, теперь вот еще должностное лицо на 20-30 тысяч может быть оштрафовано. Значит, вот эта ситуация. Теперь по налогам, налог на добавленную стоимость. Значит, ну первое, конечно, я напомню о том, какой эксперимент ввели в налог на добавленную стоимость, значит, возможно это понять его, некоторые говорят, почему-почему, возможно это эксперимент будущего, то есть введена в налоговое законодательство некая дополнительная обязанность налогового агентства, достаточно своеобразная, не очень похожая на предыдущий случай, но осваивать ее нужно и понимать нужно, потому что, в общем-то, это одна из задумок по-хорошему того, как вообще наш налог на добавленную стоимость перевести исключительно на обязанности налогового агентства. Когда налог на добавленную стоимость мы не за себя будем платить, а за того парня, кому перечисляем деньги, у того отбираем кусок и платим бюджет. Вот такая ситуация. И вот первая такая ласточка у нас в налоге уже появилась. Значит, связана она со следующей. Я вот там вам выложила, сейчас я покажу, прям по строчкам можно отследить. 32-я страничка и вот там статья 149 налогового кодекса. Тут у меня немножко все слепилось. Я бы не красиво сделала. Так, там заголовочек такой налог на добавленную стоимость, дальше идет статья 149 налогового кодекса. Так вот, первое, что конечно хотелось бы напомнить, что с 1 января 2018 года реализация лома черных и цветных металлов не относится теперь к операции необлагаемой НДС. Поэтому, по сути дела, эта операция стала облагаемой налогом на добавленную стоимость. Если вы осуществляете такую реализацию на экспорт, то вы действуете в обычном порядке, применяете нулевую ставку. То есть это как исключение. Дальше, если вы реализуете такой лом черных и цветных металлов физическому лицу, например, то вы тоже в обычном порядке платите НДС. В этом случае вы платите НДС по ставке 18%. То есть у вас операция облагаемая НДС. Она теперь здесь так прописана. Дальше. А вот если вы такой лом реализуете организации или индивидуальному предпринимателю, то теперь с 2018 года введена такая статья в статью 161 пункт 8. Посмотрите там, пожалуйста. Статья 161 пункт 8. И вот в этой статье 161 пункте 8 теперь выявляется новое налоговое агентство, которое говорит, что если вы являетесь продавцом этого лома, то есть неважно каким путем вы его приобрели, может быть разборку сделали или что-то, вы реализуете это лом черных и цветных металлов. Кстати, сюда отнесли не только лом черных и цветных металлов, но и здесь вот в 8 пункте статьи 161, посмотрите, в самом начале, да, здесь отнесено также это реализация сырых шкур животных и алюминия вторичного и его сплавов. Ну, будем так говорить, алюминий и сырые шкуры как-то не очень активно обсуждается, а уж лом на каждом углу, наверное, да, то, что это все-таки то, что часто встречается у организаций такое. Итак, если в этом случае вы реализуете такой лом черных и цветных металлов, то у вас с одной стороны появляются операции, теперь облагаемые НДС, но исчислять и платить налог на добавленную стоимость вы в этом случае не должны, потому что налог на добавленную стоимость за вас уплатит покупатель. Поэтому своему покупателю вы, причем еще один такой вопрос, в том случае за вас уплатит покупатель этот налог на добавленную стоимость, если вы являетесь налогоплательщиком. То есть, например, если вы находитесь на упрощенной системе налогообложения и будете реализовать такие отходы лома черных цветных металлов, значит, вы реализуете, конечно, без НДС, и никто за вас ничего не уплатит. Если, например, вы освобождены от уплаты НДС по 145-й статье, значит, вы тоже не налогоплательщик, поэтому вы реализуете без НДС, и налог на добавленную стоимость за вас никто не уплатит. Но если вы в этом случае являетесь обычной организацией, которая применяет общий режим, то когда вы реализуете такие отходы лома или реализуете такой лом, то тот покупатель, который приобретает у вас этот лом, он платит налог на добавленную стоимость в бюджет за вас. Какие у вас обязанности возникают? Конечно, вы должны вашему контрагенту передать стоимость этого лома, вы передаете его по накладной счет-фактуре. Такие документы вы обязаны в этом случае заполнять. Но в накладной счет-фактуре вы ставите только стоимость лома, но не указываете сумму налога на добавленную стоимость. В этих документах вы ставите НДС, уплачивает налоговый агент. Закон говорит о том, что не нужно ставить ни без налога НДС, ни 0%, ничего. Напомню, 0 ставится, если вы на экспорт будете реализованы, там вы в обычном порядке работаете. Значит, поэтому вот этот порядок здесь и есть. То есть ничего не ставите в этом документе, значит, передаете эти документы своему покупателю. А вот покупатель, купив у вас этот лом за 100 рублей, например, должен заплатить налог на добавленную стоимость. Этот НДС, он исчисляет сам, как он исчисляет сверху, к 100 рублям добавляет 18, получается 118, и 18 рублей он должен заплатить в бюджет. Ваш покупатель становится в этом случае налоговым агентом, как сказано теперь в статье 161.7. Это только по лому. Только по лому. По стульям, конфетам не надо. Вот я сказала, сырые шкуры, алюминий, вторичный лом. Вот только по ним. Почему так? Ну, представьте себе, что для вас это эксперимент. Мы выписываем, если счет фактуры при реализации мы выписываем. Обязательно. Вы выписываете счет фактуры. Там, где ставка, вы можете ничего не ставить, ставить прочим. Дальше. Самое интересное следующее, что в счет фактуре, которую вы выписываете своему контрагенту, например, но сейчас пока переходный период, конечно, разные ситуации будут, вы не должны указывать без налога НДС. Почему? Потому что если ваш контрагент получает такую счет фактуру, вот эта фраза в счет фактуре без налога НДС ему дает понимание того, что вы не надплательщик НДС. Он может за вас не исполнить обязанность налогового агента. В этом случае, если он не исполнит эту обязанность налогового агента, то закон говорит, что вы сами ее должны исполнять потом. Поэтому классическая ситуация, когда вы выдаёте счет фактуру и там пишете НДС уплачивать с налоговым агентом. Но это же должно быть опять автоматически что-то настроено, да? А сейчас, конечно, организации прекрасно понимают, что что туда вбить-то что-то надо и НДС никак не влезет. Поэтому пишут туда без налога НДС, договаривают своим контрагентом, но везде приписывают фразу НДС уплачивает налогового агента. И сообщают контрагенту. Счет фактура здесь работает всего лишь одна. Та счет фактура, которая идёт от поставщика. Эту же счет фактуру получает налоговый агент, и эту же счет фактуру он у себя отражает в книге продаж, в части доначисления НДС. Только к ней добавляет НДС. Что у вас в этой ситуации возникает? Пока порядок отражений в журнале не описан. Дело в том, что, может быть, вы и будете в конце концов там отражать, но на сегодняшний момент пока нет оснований. Почему? Потому что, смотрите, поставить в раздел обычный наш, да, третий, где у нас идёт отражение налоговой базы, мы не можем, потому что к этой сумме не исчисляется НДС. Подставить эту сумму реализации в седьмой раздел мы тоже не можем, потому что это не является операцией необлагаемой НДС. То есть данная ситуация вот к этой методике раздельного учёта не приводится. Она по природе облагаемая НДС. Поэтому получается, пока у того поставщика, который реализует этот лог, выписав эту счёт фактуру, возможности куда-то поставить, нет. А как же они будут контролировать это? Дело в том, что, ну, будем так говорить, пока давайте не будем думать о них, как они будут контролировать, чтобы проконтролировать, нужно ещё сначала писать, да. Значит, что здесь важно дальше? Поэтому получается, ну что, ну, тогда про поставщика до конца, да? Но какие возникают в этом случае проблемы у поставщика? То есть он, с одной стороны, продаёт этот лог, продаёт только по цене реализации, без налога, не указывает этот налог, за него его уплачивают. С другой стороны, плательщиком налога на добавленную стоимость, вернее, наоборот, не плательщиком, не налога, он тоже не является, да? Потому что операция облагаемая НДС. Но возникает следующий вопрос. Если он в рамках этого лома, может быть, осуществляет какие-то расходы и приобретает там товары, работы, услуги, представим себе, что у него единственная операция связана с реализацией лома. Есть ли у него право на возмещение, на вычет, да? Вот проводя конференции в конце года, налоговики упорно доказывали, нет этого вычета, да? То есть он не ложится. Если честно говорить, пройдясь по статьям налогового законодательства, я тоже вычет не нашла. Объясню почему. Здесь есть, вот посмотрите, статья 171 формулировки налогового кодекса. Может быть, какие-то другие будут данные разъяснения, но пока сегодня все настаивают на том, что поставщик вычет теряет. Если у него только это одна операция, и действительно он что-то приобретает, связанное именно с этим лоном. Дело в том, что здесь сказано, что налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную, сумму налога исчисленную, в соответствии со статьей 166, на установленные налоговые вычеты. А если мы с вами обратимся к статье 166, посмотрите ниже, и там вписали как раз вот эту поправку пункт 3.1. Здесь говорится, при реализации вот этих продуктов, доломок, про которые мы говорим, сумма налога налогоплательщиками и продавцами не исчисляется, она не исчислена у него. То есть, по сути дела, как раз, раз он не исчисляет, значит, он не может принять налог в вычету. И поэтому, кто наказан в этой ситуации, поставщик, то есть он продает за 100, получает входящую сумму с НДС. И дальше возникает вопрос, куда он эту сумму НДС-то денет? В расходы ее тоже включить нельзя. Чтобы ее можно было включить в расходы, в 170-й статье во втором пункте должно было бы быть прописано вот это правило. В каких случаях включается в расходы. А здесь этого правила нет. То есть, его не вписали. Поэтому, получается, расход сам приняли в расходы, а НДС за счет расходов без уменьшения налоговой базы. Поэтому поставщик это теряет. Конечно, если поставщик каким-то образом другим приобретает этот лом, кто-то отходы собирает, например, там вот есть компании, да, набирает. У них как бы нет входящей суммы и напрямую относимой к этой величине, то они вычеты будут брать, если у них еще какая-то деятельность ведется. А вот если есть тот, кто конкретно раньше осуществлял деятельность не облагаемой НДС, к примеру, то в этом случае раньше ему было выгоднее, потому что он хотя бы НДС в расходы брал, а теперь в расходы не возьмет. Придется без уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль действовать. Итак, вот эта картинка поставщика, да, теперь картинка налогового агента. Что делает налоговый агент? Налоговому агенту все преференции предоставили. Значит, с одной стороны он вот эту стоимость металлолома получил, добавил к ней налоговую ставку, она 18%, другой нет, и исчислил сумму налога на добавленную стоимость в бюджет. Налоговому агенту не вменена обязанность составлять самостоятельно счета фактуры. Если другим налоговым агентам такая обязанность установлена, то здесь обязанностей нет. Он получил счет фактуры от поставщика, приписал к этой сумме НДС, уж как он это припишет, пока методики такой нет, да, по идее, и отразил книги продаж у себя, деваться некуда. На самом деле на эту ситуацию, я считаю, можно было выписать и свою счет фактуру, добавить НДС и отразить книги продаж. Отразил книги продаж. Дальше самое интересное, в статье 171 ему написали, что вот эту исчисленную сумму НДС, он, вернее, принимает, он уменьшает, то есть сумму НДС он уменьшает на сумму исчисленного налога. И вот эта фраза как раз говорит о том, что если он исчислит сумму к уплате в бюджет, он ее тут же переставляет книгу покупок, ставит к вычетам. То есть не на сумму уплаченную, как многие пытаются там понять, мы же раньше как с налоговым агентом связывались, если уплатили, значит к вычету берем, да, ничего подобного. Этот налоговый агент по-другому поступает, он принимает в уменьшение сумму исчисленную. Поэтому здесь, когда будете читать, я не зря эти все фразы, вот, 171 статья писала, выделила, да, в налоговом законодательстве. Если все налоговый агент на сумму уплаченного, то этот агент специальный на сумму исчисленного, поэтому он исчислит сумму к уплате в бюджет и поставил ее к вычету тут же. Отражать придется ему, наверное, во втором разделе налоговой декларации, потому что ничего другого для него нет, не предусмотрено, да. Значит, что касается авансовых платежей, то ситуация такая же. Значит, что происходит? Например, вот покупатель этот, налоговый агент будущий, да, платит авансовый платеж своему поставщику. Поставщик получил этот авансовый платеж, но получается, он не должен исчислять, он не является лицом, который платит налог на добавленную стоимость, платит это тоже налоговый агент, поэтому он на эту полученную сумму аванса выписывает счет фактуру, аванс он должен получить только 100 рублей, никак не НДС, там не должно быть НДС. Он получает 100 рублей, пишет счет фактуру, в счет фактуру пишет на авансовый платеж, но указывает НДС, уплачивает налоговый агент. И эту счет-фактуру передает налоговому агенту. А вот налоговый агент в этом случае начисляет НДС суммы этого аванса на основании этой счет-фактуры и опять ставит к вычету. То есть он с аванса тоже специально не платит налог на добавленную стоимость, потому что уменьшает на сумму исчисленного. И у него все это ложится в одну картину. Ну, будем так говорить, первый смысл, который заложен, это контроль за контрагентами. То есть в этом случае подразумевается, что в этой ситуации, когда уплачивают все контрагенты налог на добавленную стоимость друг за другом, то контролируемость и собираемость в этом случае выше. Это вот это первое условие. Второе, вы видите, поставщик лишился своего права на вычете и потерял определенные суммы налога. Но вот эта схема, она заложена сейчас как некий эксперимент. Если эта схема по собираемости сейчас пойдет успешно, то есть вероятность того, что вообще все процедуры в налоговом кодексе переведут на налоговый агент. И вот это, конечно, не очень приятно, но, может быть, это все и привыкнется. Ну, вот такая вот ситуация у нас возникает. Вот такая практика новая. Поэтому, кого это касается очень плотно, пожалуйста, вот здесь я прям по статьям вам выложила эти нормы, а так вот она таким образом. Но, конечно, сейчас у всех возникают вопросы, а что делать со счетами, фактурами. Никто не разъяснил в постановлении 1137 никаких поправок не было внесено. Поэтому с этой точки зрения, как правило, организации между собой договариваются. Направляют туда металлолом, пишут, что уплатите обязательно вы налоговый агент, чтобы не было вот этого риска. Потому что налоговый кодекши напрямую написал, что если, например, вы предоставили информацию вашему налоговому агенту, и этот налоговый агент не уплатил за вас налог на добавленную стоимость, потому что вы неправильную информацию дали, то обязанным лицом платить будете являться вы. То есть это происходит во всех случаях, кроме того, когда мы платим, реализуем этот лом на экспорт, нулевая ставка в этом случае применяется, или реализуем физическим лицам. там не сами платят. А если все переведут там вот этот агентский НДС, что все поставщики потеряют к вычету все НДС? Пока сложно представить. Вы представляете объем? Я представляю объем. НДС, что я должен платить, как и доказать. И кто виноват. Изобразим свою фактуру, скажем, как он получил. Нет, ну здесь уже, конечно, экспертиза и прочее. Ну, как правило, сегодня многие организации, наоборот, все письмами обменялись, договорами обменялись, все друг друга предупредили, поэтому, конечно, в этом случае, если поставщик вам правильный счет фактуру дал, предупредил и все, то... Ну, отследить-то поставщику сложно, вот он будет в полном виде, что за него оплатили, у него даже информации нет оплаты. А поставщик не отвечает за эти действия. То есть поставщик отвечает за действия по правильной выдаче счетов фактур. То есть он должен выдачить счет фактур. Да, но ведь нас сегодня всех постепенно подводят к электронному документообороту. Ну вот, я про что говорю. И все, и если будет электронный документооборот, что-то не доказать будет сложно. Здесь нужно доказать только так, потому что если покупать или... На бумажных носителях может быть и сложно, да. Скажешь, что я ничего не понял. Ну, поставщики будут под расписку давать. Да, вот только что остается. Ну, к сожалению, да, вот такой порядок, никуда от этого не денешься. Дальше, следующее правило. Еще одна поправка, о которой я напомню. Это с 2017 года у нас отменено право, вернее, дано право нам отказываться от нулевой ставки. То есть, например, если вы экспортируете товары, но я имею в виду, что не в рамках стран-участников договора о Евразийском экономическом союзе, только в рамках внешнего экспорта, потому что в договор о Евразийском экономическом союзе право на отмен нулевой ставки не ввели только в налоговом кодексе, это норма есть. Поэтому, если вы экспортируете не в страны-участники, не в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению, а в другие страны, или если вы оказываете такие услуги, которые относятся к категории международных перевозок, а там также перевозки трубопроводным, транспортом и так далее, то есть то, что относится к категории перевозок или экспедиторских услуг, вы имеете право отменить нулевую ставку. Значит, налоговую инспекцию нужно направить через личный кабинет заявление, так они написали заявление, ну как угодно его назовите, письмо, например. Вы пишете, что я отказываюсь от применения нулевой ставки, отказываюсь, например, с начала 2017 года, это значит, вы должны отказаться от всех таких операций, связанных с экспортом, не применять к ним нулевую ставку, отпазаться как минимум на 12 месяцев, то есть на 4 квартала. Потом вы в этом случае, если вы не продлили это уведомление, заявление, значит, вы уже можете применять нулевую ставку. Но, собственно говоря, чего добивались? Добивались некой ясности. Значит, первое, конечно, если вы небольшая компания, и для вас обременительно применять нулевую ставку, потому что нужно в налоговую инспекцию бегать, документы собирать, доказывать и так далее, то вы можете это не делать. Кстати, вот здесь еще такой момент. Вот читаем статью 164, здесь говорится, для того, чтобы отменить нулевую ставку, там нужно подать документы и там сказано, ну вот это заявление об отмене в первый день квартала, с которого вы отменяете. Вот не надо опасаться этой ситуации. Если вдруг вы сейчас хотите отменить, например, у вас отгрузка пошла в первом квартале, и вы хотите отменить нулевую ставку, то в этом случае напишите уже и сейчас вот это письмо, направьте, напишите, что вы с 1 января отменяли, там с 9 января, первый там рабочий день. Почему я напомню, потому что мы уже эти прецеденты проходили. Дело в том, что в налоговом кодексе не сказано, что подача этого уведомления с нарушением срока не даст вам права отказаться. То есть, чтобы эта норма работала, обратная, она должна быть в налоговом кодексе прописана. Поэтому лучше написать, если вы хотите это сделать. Напишите, с такого числа и все, за 12 месяцев вы освобождены. Форма заявления или уведомления, она ваше произвольное, такое, какое вы посчитаете нужным. То есть, обычное просто письмо уведомительное. То есть, и все. И самое главное тогда, вы реализуете с 18% выписываете счета фактуры, хотя иностранцу вашему это 100 лет нужно было даже, ваш счет фактуры, но тем не менее, реализуете его с налогом на добавленную стоимость. НДС платите в обычном порядке суммы, с которой вы реализовали. В этом случае ни 4, ни 6 раздел вы не заполняете. Все заполняете в обычном 3 разделе. Никакой раздельный учет не ведете, никакой НДС не откладываете. У вас обычные операции с пакетом документов в налоговую инспекцию не бегаете. Значит, если вы в этой ситуации, например, отказались, что к чему и призывалось, в рамках оказания транспортных услуг, экспедиционных, это как раз те услуги, которые большее количество споров вызывали. Потому что, я и раньше тоже говорила, помните, вот, например, вам услуга оказала какая-то экспедиционная компания, например, в рамках ввоза, вывоза, экспорта, она должна нулевую ставку применить. А у нее тоже самая проблема. Может быть, там провоз был через территорию России, может быть, спорные какие-то ситуации, да, относятся к категории эти услуги или не относятся. Там все время постоянно были споры. И в этом случае, если она вам теперь будет применять 18% в ставку, вы ее смело берете к вычету. А как себя обезопасить? Ну, я не думаю, что это какая-то ситуация будет сложная. Ну, может быть, имеет смысл при заключении договора обратиться к этому контрагенту и попросить подтвердить, что он отказался от нулевой ставки. То есть, они имеют право или подтолкнуть их к тому, что они откажутся от нулевой ставки. Они, к сожалению, не имеют право отказаться от нулевой ставки по отдельным операциям, они должны отказаться по всей базе, по области, да. Ну, вот такой подход. Поэтому, если кому-то это удобно, пожалуйста. Если, конечно, экспортеры такие серьезные, традиционные, берут возмещение, по сути дела подтверждаются эти возмещения налоговым органам, то, наверное, смысла нет отказываться, потому что это все-таки дополнительные преференции. Тем более, если вы продаете несырьевые товары, то возмещение сейчас можно сразу брать в том периоде, когда приняли на учет, не откладывать и не восстанавливать этот НДС на ту дату, когда у вас собран пакет документов. Поэтому налицо, в принципе, преференции есть. А это вот тоже как один из вариантов. Поэтому подумайте, может быть, кому-то это удобно и выгодно. Дальше, что еще касается на, будем так говорить, вот статью 164, это просто для понимания, может быть, у кого-то и есть такие ситуации. Значит, введено применение нулевой ставки в ряде осуществления реэкспортных операций. Опять же, вот эти реэкспортные операции вечно у нас были таким сложным моментом. Вроде не ноль не применишь, да, вроде как и 18, потому что это операция не связанная там с реализацией, чаще всего это возврат придет. Значит, сейчас налоговый кодекс прописал виды таких операций, сказал, что в этом случае при реэкспорте мы нулевую ставку применяем, пакет документов, какой нужно представить, и это, в общем-то, возможность действительно применить нулевую ставку. Это как для уточнения этой ситуации появилось у нас. Значит, дальше, что еще для налога на добавленную стоимость актуального? Ну, на самом деле здесь указано теперь, долгое время не было четкой ясности при отправке зарубежных посылок, как подтверждать нулевую ставку со стоимостью этой пересылки. Значит, сейчас в налоговое законодательство введено такое правило и указано, какой пакет документов создавать нужно. Это тоже 164-я статья, тоже, если нужно, обратите внимание. Опять же, из существенных моментов внесли изменения в пункт 4-й статьи 170-й Налогового кодекса, это в рамках раздельного учета. Я напомню, что в прошлом году еще я говорила, что в конце 16-го года было принято определение Верховного суда тогда по вопросу раздельного учета, где Верховный суд встал на позицию налоговых органов и указал, что если у налогоплательщика есть операции облагаемые и необлагаемые НДС и по отношению к этим операциям есть прямые расходы, напрямую относящиеся к этим операциям, то в той части, в какой эти расходы относятся к операциям необлагаемым НДС-ОДС вычет, что нельзя брать. То есть и 5-ти процентная норма в этом случае тоже не работает, то есть если и применять 5-ти процентную норму, то только по общих хозяйственным расходам. А по прямым, которые напрямую относятся к операциям необлагаемым, то есть именно таким пониманием, прямым счетом, это может быть товар, это какие-то работы непосредственно связанные с этим и так далее, мы принимать НДС-ОДС вычету не можем, независимо от того, какой маленький процент эти расходы составляют. То есть как бы к прямым расходам ограничили возможность с применением вот этой 5-ти процентной ставки. Вот сейчас статью 170-ю, пункт 4-й, внесли поправку и переписали ровно в этом направлении. Поэтому в любом случае, если у вас есть операции облагаемые и необлагаемые, то в отношении прямых расходов вы всегда ведете раздельный учет. То есть в любом случае вы принять НДС-К вычету, даже если у вас их мало, вы не можете. Что же касается 5-ти процентной нормы, то вы можете ее применять, но только к прочим расходам. То есть к тем прочим расходам, которые напрямую не относятся. К облагаемым и необлагаемым. То есть тем самым практически потихонечку налогов органы закрывают вот это возможность неприменения раздельного учета. И вот это чисто их позиция, что во всех случаях, независимо от раздельного, от вот этой 5-ти процентной нормы нужно применять раздельный учет, она постепенно вот так вот выталкивает эту ситуацию. Поэтому вот эта статья 170-я, 4-й пункт, в этом отношении изменила свое назначение. Дальше еще один вопрос. Существенным образом еще раз подошли к субсидиям. Дело в том, что в налоговом законодательстве внесли поправку в статью 170-ю в пункт 2.1. Прямо отдельно прописали в 170-й статье вот этот пункт 2.1. Это вопрос о получении субсидий. Причем субсидий, которые получают организации на возмещение понесенных расходов. Это, конечно, не, допустим, пониженный тариф, это не разница в цене. Это как раз, например, ситуация, когда, допустим, вы понесли какие-то расходы, бюджет вам возмещает эти расходы. Или, например, вы строите основное средство, бюджет вам помогает, дает средства и дает возможность погасить те или иные понесенные расходы. Значит, дело в том, что с этими субсидиями у нас уже три раза поправки были. Вот я напомню, например, до июля, до второго квартала буквально 2017 года у нас налоговый кодекс как говорил, что если мы получаем субсидии из бюджета, то, например, если мы субсидию получаем из федерального бюджета, значит, если мы вот этой субсидии оплачиваем ранее понесенные расходы, например, рекомпенсируем эти расходы, которые мы оплатили, значит, в этом случае, если субсидия получена из федерального бюджета, то если мы к вычету взяли сумму НДС, оплаченную потом впоследствии за счет этих субсидий, то сумму НДС восстановить не нужно. Если же мы получаем субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, то восстанавливать НДС не нужно. С 1 октября вносят поправку в налоговый кодекс и правят еще одну ситуацию, говорят, давайте обратимся к следующему, будем смотреть, получены субсидии с НДС или без НДС. И изменили ситуацию, сказали, неважно, из какого бюджета мы получаем субсидию. Теперь вопрос стоит о том, если вы заявку делали и получили бюджетную субсидию с НДС, а изначально этой субсидии оплачивали расходы не изначально, а потом погасили те расходы, которые оплатили, то если ваша субсидия была с НДС, то, конечно, вы и самой субсидии НДС не платите. Это не реализация товаров, работу, сумму. Но ту сумму НДС, которую приняли вручную, восстанавливаете. А вот если вы бюджетную субсидию получили без налога, то есть заявку делали без налога, возмещали 100 рублей, а не 118, то тогда не восстанавливаете НДС. Вроде ясность внесена, да на конца года дожили с этим. С 1 января 2018 года вносят новую поправку, и теперь нам сказали так, если вы получаете субсидии на погашение, вот возмещение таких расходов, неважно, из какого бюджета вы их получаете. И неважно, есть в них сумма НДС или нет, никогда к вычету вы сумму НДС не возьмете оплаченную за счет этих субсидий. То есть как бы вернулись на ту позицию, которая была еще чуть ли не до 2010 года. То есть если раньше были споры о том, что субсидии не целевые, они же в доходах у нас участвуют, поэтому мы не должны относить их к категории целевых, то сейчас немножко вернулись. В налоге на прибыль по-прежнему субсидия в нереализационный доход, и тут даже говорить не стоит о том, что она какая-то целевая в этом плане. А с точки зрения НДС получается следующее. Если вы, например, понесли какие-то расходы и приняли НДС к вычету, ну мало ли вы еще не знали, будете оплачивать субсидии или как-то, будете заявку такую давать или нет. Дальше даете заявку в бюджет, бюджет вам оплачивает, возмещает эту субсидию. Вы получили саму субсидию, включаете ее в доходы. Субсидии НДС не считаете, потому что это не реализация, это возмещаемые вам средства. Но если вы сумму НДС приняли к вычету в рамках понесенных расходов, тех, которые возмещаются субсидиями, то на дату получения субсидий НДС восстановили. НДС включаете в расходы. Дальше сказано, ну а если изначально вы получаете субсидии и посредственно будете потом оплачивать, то тогда, конечно, какой смысл к вычету брать? Вы сразу не возьмете эту сумму к вычету, в расходы включите. Тем более написали, что нужно обязательно вести раздельный учет. Этот раздельный учет нужно организовать. Поэтому в этом отношении, опять же, получается еще одно требование к раздельному учету. Что это значит? Это значит, нужно написать, например, на каких, возможно, аналитических счетах бухгалтерского учета у вас будут отражаться те расходы, которые погашаются за счет субсидий. То есть вот этот перенос, который любит налоговая, например, купили, отнесли на десятый и на девятнадцатый. Средства оплачиваются за счет субсидий, значит, этот девятнадцатый переносим на какую-то другую аналитику и показываем за счет субсидий. То есть если мы не будем тем самым отражать вот этот раздельный учет, показывая за счет какого расхода мы оплатили вот этот НДС в составе этого основного средства, то, как они сказали, в расходы по налогу на трибы не примет. Поэтому в аналитике нужно ввести учет тех сумм НДС, которые присутствуют в расходах и оплачены за счет этих субсидий. То есть вот в этом случае, если действительно такой раздельный учет организован, тогда как раз вот можно в этом случае в расходы включить. Не будет такого раздельного учета. То есть придут налоговики, и вы не сможете в каком-то регистре представить эти суммы НДС, значит, они их не увидят и скажут, как бы в расходы не включаем. Конечно, эта ситуация, она была направлена вот опять в подачу контроля счетной палаты, потому что вот контрольная счетная палата проверяла за этот год, она вообще очень требует, видимо, они вместе с подачей эту ситуацию написали, потому что я сама была свидетельным, когда организация как бы отдельно вела учет просто в отдельных таблицах в регистрах контроля счетная палата не согласилась, потребовала обязательно организовать на счетах бухгалтерского учета с отдельной аналитикой, с отдельным выявлением, и чтобы можно было в любую минуту показать вот эти субсидийные средства. К сожалению, вот как всегда написали, сделать раздельный учет, а делать придется уже самим организациям. Это те, кто субсидии получает. Поэтому с 2018 года при получении субсидий, и если эти субсидии погашают расходы, кое-что не берем. А вот НДС будет зависеть от того, есть раздельный учет, видно эти суммы НДС или нет раздельного учета. Вот такая вот статья у нас новая появляется, поэтому субсидии тоже у нас закрылись. Так, в налоги на прибыль. В налоги на прибыль у нас, во-первых, поправка касается 251 статьи Налогового кодекса. Немножко я о ней уже упоминала, сейчас она более конкретная вот у нас уже, да. Итак, 251 статья – это доходы, не учитываемые для цели налогообложения в рамках налога на прибыль. Значит, основное касается следующего. Раньше, до конца 2017 года, был там такой пункт 3.4, да. И вот этот пункт 3.4, он нам говорил, что если организация получает, например, от своих учредителей, участников какое-то имущество, там денежные средства, там имущественные и неимущественные права, то если получает их на пополнение чистых активов, то эта сумма поступлений не учитывается для цели налогообложения. Ну а пополнять чистые активы, как там было написано, можно в соответствии с решениями, в соответствии с нормами гражданского законодательства. Ну, например, сумма чистых активов, меньше величина уставного капитала, да, нужно как-то компенсировать, вносим средства, увеличиваем чистые активы. Дальше там было сказано, по решению, если эта норма в учредительных документах прописана, и дальше было написано по решению учредителя. То есть, по сути дела, например, учредитель решил развивать какой-то бизнес-проект, нужны денежные средства, и вот пополнить чистые активы можно вложить в свою организацию любые средства и не увеличить налоговую базу по налогу на прибыль. Тем более, вот этот пункт 3.4 был удобен тем, что здесь вопрос стоял именно в тех учредителях или участниках, акционеров, у которых доля участия была менее, чем 50%. Потому что, когда доля участия более 50%, то 11-й пункт всегда помогает вложить денежные средства или какое-то имущество и не учесть в налоге на прибыль. Значит, эта норма сейчас изменена. И в этой норме сейчас, прописав ее, оставили только единственное, что, как и раньше, ну, раньше тоже эта норма была приписана, что теперь нужно не признавать для цели налога на прибыль только ту сумму дохода, которая получена в виде невостребованных участниками хозяйственного общества или товарищества дивидендов. Либо части распределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества. То есть, имеется в виду в рамках долей, в части восстановленной в составе нераспределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества. То есть здесь имеется в виду, если дивиденды не были востребованы, то 3 года давности сковая, через 3 года мы восстанавливаем, по-хорошему с 84 на 84 переложили, и это не доход для цели налога на прибыль. Налоговый кодекс об этом сказал. А что же касается других факторов, то их с одной стороны убрали, но с другой стороны ввели так называемый такой пункт 3.7. А вот в пункте 3.7 написали, что все-таки не учитывается для цели налога на прибыль доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество в хозяйственное общество. Это не доля в уставном капитале, это просто вклад в имущество или товариство в порядке, установленного гражданским законодательством. То есть, по сути дела, сказали все-таки о том, что если в рамках исполнения норм гражданского законодательства такой имущественный вклад будет, например, учредитель лежил вложить, то тогда это не учитывается для цели налогообложения. Если же это идет просто по волеизъявлению учредителя, а не в соответствии с требованиями гражданского законодательства, то тогда, получается, нужно уже включить в дологовую базу и платить налог на прибыль. Но, например, в этой ситуации, если мы обратимся опять к величине соответствия чистых активов уставному капиталу, то все-таки это норма гражданского законодательства, поэтому если у организации сумма чистых активов ниже уставного капитала, то нужно или величину уставного капитала понизить до величины чистых активов, да, или принять какие-то действия для увеличения. Закон этого требует, потому что если мы это не сделаем, то, соответственно, нас могут ликвидировать. Это и в законе об обществе с ограниченной ответственностью, об акционерном. Поэтому вот это имеется в виду нормы гражданского законодательства, вкладываем на основание этого. А если будем вкладывать просто по волеизъявлению, например, да, вместо займа решили вложить денежные средства в развитие, и доля не будет соответствовать более 50%, тогда это будет в доходы включаться. Но, по сути дела, любое вложение теперь нужно сопоставлять с гражданским законодательством. Поэтому хотите вложить что-то от учредителя, откройте закон об акционерном обществе, закон об обществе с ограниченной ответственностью, найдете ту преференцию, которую дает закон, вложите, не учтете для налогового обложения. По другим основаниям не найдете, значит, будете платить налог на премию. Вот такая ситуация введена сюда. Кстати, для развития интеллектуальной деятельности есть очень интересный пункт. Вот смотрите, что здесь прописали в пункте 3.6. Написали, что также не учитываются доходы в виде имущества, в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе проведенной инвентаризации имущества и имущественных прав. То есть есть у вас, например, какой-то объект интеллектуальной деятельности, в результате вы им пользуетесь, пользуетесь, может быть, предоставляете права, но при этом вы его никак не учитывали. А вот теперь, пожалуйста, достали, оценили, учли и, пожалуйста, можете продолжать. То есть вот идет всяческое стимулирование вот такой легализации различных ноу-хау, достижений, ноу-хау, достижений и так далее. Вот и здесь даже такую норму поставили. Поэтому вот такие моменты есть. Ну, что еще возникает там, интересно, посмотрите. Так, про расчет по сомнительному долгу я уточнила. Ну и, конечно, была бы интересна статья 286.1, которая введена в налоговое законодательство. Но в том случае, если бы, например, ну поскольку основная часть компании московские, если бы в закон субъекта Российской Федерации в Москву эту норму тоже ввели. Но дело в том, что, конечно, далеко и в Московскую область, насколько я знаю, не ввели. Хотя вот мне тут говорили, вроде Тульская область ввела. Но я напомню, что если вдруг мы в будущем столкнемся, то вот есть такая статья теперь 286.1, которая дала возможность применять так называемый инвестиционный вычет. То есть что это имеется в виду? Это опять некая льгота на приобретение основных средств. То есть имеется в виду, что если вы как организация приобретаете, например, 2000, ну с какого-то года, причем чтобы норма заработала, надо в законе субъекта Федерации тоже вписать. У нас пока в московском законе этой нормы нет, да? Значит, говорится следующее, например, вы приобретаете основные средства. Например, по группе с третьей по седьмой. Вот для них это введено. Значит, и эти основные средства, значит, у вас есть два варианта. Вы можете начать начислять амортизацию по этим основным средствам, амортизационную премию, учитывать в расходах. А можете не начислять амортизацию, не учитывать амортизационную премию. Можете на первоначальную стоимость этого основного средства уменьшить ту сумму налога на прибыль, которые вы будете уплачивать в бюджет субъекта Российской Федерации. Причем в бюджет субъекта Российской Федерации вы можете уменьшить сумму налога на прибыль, уплачиваемую в бюджет субъекта Российской Федерации на стоимость этого имущества в размере до 90%. А оставшиеся 10% вы можете принять в уменьшение налог, которые будете платить в федеральный бюджет. А если, например, налога на прибыль меньше? Ну, конечно, считать надо все. Кому выгодно, кому нет. Если вы какую-то сумму налога на прибыль в этом случае, например, у вас большая стоимость, вы обновление парка делаете, а прибыль недостаточно большая, поэтому вы не приняли в уменьшение, вернее, не всю сумму основных средств приняли в уменьшение суммы налога, уплачиваемый бюджет субъекта Российской Федерации, можете перенести на следующий год, как бы вы не потеряете эту норму. Есть единственное ограничение, что в этом случае вот эти основные средства, которые вы как инвестиционный вычет применяете, уменьшаете налог на прибыль, то в этом случае их нельзя реализовывать до окончания срока начисления амортизации, как всегда, потому что если вы их продадите до окончания срока амортизации, вам надо вернуться, включить амортизацию, но при этом пересчитать сумму налога на прибыль и, соответственно, доплатить налог и доплатить пение. Значит, вот этот, ну то есть за тот год, когда вы приняли в уменьшение вот этот инвестиционный вычет. Единственное, конечно, это то, что важно понимать, что этот инвестиционный вычет вводится субъектами Российской Федерации, значит, поэтому не все его ввели, ну и, собственно говоря, что там еще, ну и единственное, конечно, если уж смотреть на эту норму, то там есть такая расчетная предельная величина, на которую можно уменьшить вот эту сумму налога на прибыль, она тоже своеобразным образом рассчитывается, но она, в принципе, составляет собой достаточно большую величину. В Москве нет этого, да. Это будет только на власть поступившие основные средства, не наставить тоже? Нет, принимается к тем основным средствам, которые в этом году введены в эксплуатацию, потому что определяется их первоначальная стойкость, и они пошли. По тем, которым уже начисляем амортизацию, не применяется это в новых поступившем. Но я еще раз говорю, вот, например, там Краснодарский край, я насколько знаю, там ввели, а вот что касается Москвы, да, Москва не ввела, в Москве нет этого. То есть, как вы видите, вот одну львоту из другого переставили, что-то пытаются манипулировать, но в какой степени? Конечно, удобно и выгодно исключительно тем, у кого это хороший налог на прибыль получается. У кого кто на грани убытков, у кого налог на прибыль маленький, конечно, бестолково. А область? В Москве на области, по-моему, тоже нет. А получается, что у нас налог на имущество и льготу по области не отменили, а в Москве не умибыли? По Москве не. А по области нет? По области, наоборот, будем так говорить, сегодня не разговор отменили, по области ввели эту львоту в закон субъекта Российской Федерации. Москва не ввела эту львоту. Поэтому у вас ввели львоту по налогу на имущество, зато нет львоты. Но у нас и нет львоты. ну вот как бы вот эти основные моменты да инвестиционный вычет ну в общем-то все в основном инвестиционный вычет да дело в том, что он просто не введен в законе кстати 2861 классы что этот вычет введен вводится только субъектами федерации его сожгли за полмолчания да его просто не ввели когда люди там что там спрашивают что там спрашивают все ох ох